Привет, друзья. Некоторое время назад, когда марка Дверной Доктор только-только появилась, среди отечественной номенклатуры замочно-скобяных изделий появился такой продукт, как Москод. В этом видеоматериале я попробую рассказать вам, что представляло собой это устройство, в чём проявлялась его уникальность и, в конце концов, куда этот самый Москод пропал. Москод – это магнитно-механический механизм секретности, разработанный и выпускавшийся в нашей стране. Тело цилиндра и поворотный кулачок изготавливается европейского ДИМ-стандарта для того, чтобы использовать механизм в классических цилиндровых корпусах. А вот механизм секретности располагается в наружной части этого цилиндра. Вот он, в защитном бронеколпаке, который выполнен из калёной стали, закалённой до 50-55 единиц по роквиллу. Другими словами, Москод представляет собой механизм секретности, или в простонародье личинку, секретные элементы которого уже располагаются внутри защитной брони. Появился Москод где-то в 2005-2006 году. Был этот достаточно давно, точных данных я не смог раздобыть, поэтому в данном случае ориентируюсь только на свою собственную память. Штука эта не очень надёжна, поэтому в точном времени появления могу ошибаться. Но если у вас есть более подробная информация по этому поводу, и вы точно знаете, когда Москод появился, пожалуйста, оставляйте комментарий. Выпускался где-то в Москве, ну или под Москвой. Кажется, в одном из бывших многочисленных оборонных предприятий страны. Если я правильно помню, то Москоду предшествовал какой-то цилиндр аналогичного строения и конструктива, но других разработчиков. С точно таким же принципом кодирования. Но на момент появления Москода его прародитель уже умирал и нигде не мелькал. Строение и принцип работы Москода действительно уникальны. Снаружи врезная калёная броня не имеет никаких скважин или дыр. Есть некая закрытая капсула, куда снизу заводится ключ. В центре капсулы, ближе к верху, то есть ближе к слепой зоне, находится направляющий для ключа палец. А в самом ключе под него пропилен соответствующий паз. Палец необходим для того, чтобы правильно спозиционировать ключ относительно его зонномагниченности, а также для того, чтобы впоследствии через этот палец передавать усилие вращения с ключа на поршень. А теперь самое интересное. Чем же задаётся секретность Москода и как она реализовывается? В броненакладке Москода располагается поршень с пятью сферическими камерами, в которых находятся стальные калёные шарики определённого диаметра. Шарики в камерах находятся в свободном состоянии и валяются под тяжестью собственного веса. А ключ взаимодействует с кодовой частью, которая отталкивается от поршня при помощи специальной мощной пружины. Но эта самая кодовая часть может соединяться с поршнем через специальный выступ – шип-паз. Нажимая кодовую часть, представляет собой деталь сложной формы, которая имеет пять цилиндрических выступов. Чуть меньше в диаметре, чем диаметр сферических камер поршня, в которых валяются шарики. Если бы внутри сферических камер поршня не валялось шариков, при нажатии на кодовую часть, преодолевая усилие пружины, мы бы сцепили кодовую часть поршнем. А дальше, вращая всё это хозяйство, засовы цилиндрового корпуса перемещались бы в том или ином направлении. Но нам мешают стальные шарики. В цилиндрических выступах кодовой части на их торце присутствует пять отверстий. Чуть большего диаметра, чем диаметр блокирующих шариков. Располагается каждое отверстие в одном из восьми возможных мест цилиндрического выступа. Именно ими, то есть этими дырками, обеспечивается кодовая комбинация и серийная секретность маскода. Но вы уже, наверное, поняли, что ключ маскода имеет ровно пять точных зон намагниченности. После выставления ключа в закрытую капсулу наружной части маскода, шарики под действием магнитов в ключе поднимаются и зависают ровно напротив отверстий в цилиндрических выступах кодовой части. Ну, в рамках конкретного образца, при условии, что ключ родной. И теперь, вдавливая наружную часть, преодолев усилие пружин, мы соединяем кодовую наружную часть поршнем. Вращая ключ после этого, мы можем перемещать засовы замка. Ну, за счет поворотного язычка, соответственно. Изнутри цилиндр управляется классически вертушкой, которая нацепляется в данном случае на шток. Ну, в общем-то, как любой другой механизм секретности. Действительно, очень необычное и интересное строение с претензией на высокую защищенность и длительную эксплуатацию. Итак, плюсы маскода. Первое – это нестандартное строение цилиндрового механизма, требующее для вскрытия индивидуальной методики, индивидуально изготовленного инструмента, опыта и знаний. На момент существования маскода на рынке были лишь нереализованы теоретические предположения о возможном интеллектуальном вскрытии этого цилиндра. Второе – это претензии на высокие защиты от силовых и вандальных методов вскрытия. То есть, вся видимая наружная часть маскода из калёной стали. Никаких движущихся элементов снаружи нет. И скважины, как таковой, нет тоже. То есть, спички, суперклей, монтажная пена просто отдыхают. Но на этом плюсы заканчиваются. И сейчас я попробую перечислить минусы, из совокупности которых, на мой взгляд, этот интереснейший продукт и не получил должного распространения, и в итоге умер. Первое – это высокая цена. На 2008-10 год стоимость маскода приравнивалась к 12-14 тысячам рублей для покупателя. Это сопоставимо с FMCS, которая сегодня стоит 30-ку, товарищи. То есть, другими словами, стоимость маскода сегодня не сильно бы отличалась от FMCS. Второй минус – это всего два типа размера. Наружная часть маскода могла быть лишь двух длин. То есть, подразумевала определённую толщину дверного полотна, куда планировалась установка. Другими словами, маскод физически в некоторые двери не подходил. Но справедливости ради необходимо заметить, что эти два типа размера покрывали, пожалуй, 85-90% всех дверей, существующих сегодня на рынке. Тем не менее, я настаиваю на том, что продукт премиум сегмента не должен содержать технических ограничений, а наоборот, должен максимально полно отвечать требованиям и пожеланиям состоятельных людей, на которых он, собственно, и ориентирован. Третий минус – маскод выпускался лишь в единственном цвете – в цвете полированной нержавейкой. То есть, покупатель маскода автоматически привязывался к фурнитуре определённого цвета при выборе двери. Опять очередное ограничение. Четвёртый минус – маскод выпускался в исполнении ключ-вертушка. То есть, снаружи он всегда управлялся ключом, что логично, а изнутри всегда управлялся вертушкой. Можете себе представить, что некоторым хотелось маскод, который изнутри и снаружи открывался только ключом. Пятое. Пользователи не только жаловались на большие, достаточно неудобные ключи маскода, так эти самые ключи ещё и частенько и ломались у пользователя. Шестое. Работа ключа в маскоде весьма своеобразная. Сейчас я это попробую продемонстрировать. Ключ вставляется в скважину пазиком кверху, потом нажимается и поворачивается. Как только ключ совершит полный оборот в 360 градусов, пружина его выталкивает. Если в этот момент не удерживать ключ в руках, а именно в этот момент мы в других замках ключ как раз и перехватываем, он под собственной тяжестью упадёт на пол. И у многих, кстати, и падал. Кстати, может быть, именно с этим и связаны частые поломки ключа у маскода. Короче, нестандартное управление, противоречащее принципам управления других цилиндровых механизмов секретности. Ну и главная причина того, что маскод не зашагал уверенной поступью по отечественному рынку замоченно-скобяных изделий, я расскажу в личном опыте. Рассказать о том, как рекламировали маскод на автофоруме. Совсем обленился. В общем, в 2008-2009 году мы рекламировались на одном из многочисленных форумов Нижнего Новгорода. Ну, и статейки там писали, и ещё кое-чего. И когда этот продукт появился, как маскод, мы поспешили рассказать, что вот есть такая-то и такая-то штука. Мы даже на тот период времени не вводили его в ассортимент и не предлагали своим покупателям. Просто рассказали как факт. Есть вот такой вот продукт. И один дядька нам, короче, написал на почту, говорит, хочу. Как в итоге потом оказалось, дядька работал, работает, наверное, сейчас в Интеле. Ну, неплохо зарабатывает, да, там новая квартирка у него была. Говорит, хочу маскод. Готов был оставить предоплату, у нас этого цилиндра не было, мы на тот период времени не могли себе такие растраты позволить. Оставил предоплату, говорит, жду. Заказывайте откуда хотите, буду ждать, хочу, не могу. И мы действительно его заказали. На тот период маскод продавал только ключи-сервис московский, очень известная авторитетная контора. Кстати, у них сейчас еще осталось штучек пять, что ли, последних. Если заинтересуетесь, можно, наверное, прикупить у них. Собственно, я это и сделал сам, да? У нас не было как такового маскода в наличии никогда. Вот, и с этим дядькой разболтаются. У нас потом мастер поехал, поменял у него. В двери известного отечественного производителя стоял цилиндр колес в резной броненакладке. Значит, мы это сняли и воткнули маскод. Все, все довольны. Через три недели звонит, говорит. А мы, надо сказать, что в процессе всего вот этого покупки, заказа, установки, мы как-то сдружились с этим дядькой. Вот, полуприятельские такие отношения были. И он звонил через три недели, слушай, у меня как-то, говорит, некорректно он немножко работает. Я говорю, да может, кажется, он же сам по себе такой не очень стандартный. Он говорит, да нет, прям реально, тут что-то жена не смогла открыть. Тут я, боюсь, если эта штука у меня на закрытой двери, что это потом делать? Это дверь, что ли, резать? Вот. Я говорю, ну, что, послать тебе человека? Он говорит, все, я сейчас сам сниму, сам приеду. И приезжает, действительно, работает некорректно. То есть, закусывает прямо, серьезное закусывание, где-то затирание серьезное. Я говорю, слушай, да, давай это, ты воткни пока коле туда, обратно, с этой броненакладкой. Объяснил, как это все делать. Я говорю, а мы отправим назад. И мы обратно его, да, где этот цилиндр брали, нам его без проблем обменяли. Говорит, да, бывает, бывает. Опять отправили человека. Говорю, вот, воткни ему. Там наши извинения большие, конечно же. Производственный брак у кого не бывает? Производственный брак бывает у любого производителя. Даже у тех, кто выпускает очень дорогие изделия. Вам, наверное, это известно. По крайней мере, должно быть известно. И, значит, мне в голову потом не могло прийти, что ситуация повторится. И он, значит, через три недели звонит. Говорит, ну, вот этот вот, кто покупал у нас, Ильин, говорит, Володь, приезжайте. Я говорю, что, все, заклинило. Вот. Я говорю, блин, и что, я говорю, и как, вы что, там, в подъезде, что ли, тусуете? Он говорит, нет, заклинило, на удивление, на открытой двери. То есть, мы пытались закрыть ее, и он на открытой двери заклинил. Ни туда, ни сюда. Не вынимается, не поворачивается, ничего. Вот. Я говорю, ну, ладно, сейчас человек отправим. И у меня, знаете, товарищ, я с того времени сделал несколько фотографий, когда я опять отправлял туда, в организацию, где мы покупали этот маскот. И я делал фотографии. Значит, там такой неприятный момент возник. Его же снаружи. Для того, чтобы вынуть цилиндровый механизм, нужно поворотный кулачок совместить с профилем цилиндрового механизма. Отверстие по цилиндровому механизму в корпусе. А наш маскот, соответственно, заклинил в таком положении, когда язычок был немного повернут. И он физически не давал вынуть. Снаружи мы его не вынем, да? Нам надо как-то вот эту вот площадь корпуса цилиндрового замка, который мешает выйти, нам надо как-то ее убрать, рассверлить. И вот у нас мастер, вооружившись дрелью и твердосплавной фрезой, аккуратно-аккуратно, минут 30-40, короче, через скважину выфрезеровывал. В общем, малоприятная ситуация, при условии, что человек потратил, ну, как сегодня, 30-ку, да, на замок, который приносит ему второй раз неприятности. И мы, значит, созвонимся с этими товарищами, я говорю, ну, что, давайте возвращать опять, что ли? Что делать-то? Человек уже недоволен. Это, представляете, это еще полуприятельские отношения. А если бы это был человек, который жестко экономит свое время, и который не готов терпеть никакого колхоза? То есть это мог быть вообще серьезный скандал. Да. И нам уже эти продавцы говорили, что да, такие проблемы бывают, и они по всей стране, в общем-то, есть. Так что ничего удивительного. Хочешь, опять его поменяем тебе? Ну, что не заклинит в третий раз, никаких гарантий нет. Соответственно, мы тогда деньги вернули, предложили этому человеку дорогущий цилиндровый механизм австрийского производителя и поставили врезную броненакладку. Вот работает до сих пор. Я совершенно откровенно говорю, мне отрадно видеть отечественные разработки. Искренне рад их рекламировать и обозревать. Зная, что конкретный продукт будет не только работать на благо наших соотечественников, но и российской, не будем скрывать, пока еще не самой передовой экономики. И очень обидно, что эта интересная с виду разработка не только не оправдала ожидания, но и принесла кучу неприятностей продавцам в бизнес-сегменте. В сегменте, в котором интересны деньги, но зачастую капризные и категоричные покупатели, которые к тебе после такого колхоза никогда не вернутся. А скорее всего, еще и пяти нормальным пацанам своего окружения скажут «Слышь, мужики, там колхозники сидят, говном торгуют, не рекомендую обращаться». Справедливость ради необходимо заметить, что маскот на протяжении всей своей жизни постоянно обновлялся и совершенствовался. И даже тот продукт, который я купил для создания конкретного материала, серьезно отличается тактильно и внешне в лучшую сторону, чем от того, что я видел 10 лет назад. Честно говоря, то, что я сейчас крутил в руках, по ощущениям, мне откровенно понравилось. На момент подготовки этого материала я уже несколько лет ничего о маскоде не слышал. И, увы, если у меня верная информация, то это производство было закрыто в 2014 году. Вот такая вот грустная история получилась, товарищи. Если у вас есть комментарии, если есть дополнения или вопросы, обязательно оставляйте в комментариях. Мира, удобства и достатка вашему дому, друзья. С вами был Владимир Ключник. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!